всем привет вы на канале наша жизнь в америке new life is my life сегодня у нас среда а это значит что у меня большой спортивный день большой спа день со всякими водными процедурами сейчас я гонюсь на океан бегу там 3 мили по кромке воды потом я гонюсь в лэй фитнес там у меня дальнейшая тренировка буду заниматься с тренажерами потом там будут будет бассейн спа процедуры с горячей сухой парилкой и очень банно-прачечный день бриться и все дела вот ну и в общем сегодня хочу записать маленький влог хотел записать маленький но прочитал вот комментарии пока вез маришку у нее сегодня первая география она вот пошла заниматься вот и значит прочитал комментарии от одного товарыжка и поэтому блог будет из двух частей в первой части я очень-очень-очень-очень-очень хочу поблагодарить всех наших подписчиков всех кто не подписчики а смотрит за то что они откликнулись на две моих просьбы первая просьба это было подарить сашке подарок подписаться на его канал и огромное при огромное спасибо всем кто откликнулся подписалась за это время больше семидесяти человек и моя просьба была просто подписаться я говорил что вы даже можете не смотреть потому что ну сашка малыш маленький у него свои видео там одно видео есть про то как он рисует с антошкой я его кстати выкладывал на своем канале остальные видео там у него про то как он играет в игры там что-то рассказывает на английском языке в общем понятно что большинству взрослых людей это абсолютно не интересно но только если глазком глянуть может быть вот но еще раз большое спасибо всем кто подписался я говорю это больше 70 человек и огромное при огромное спасибо за то что даже многие может те кто подписался может кто не подписался просто пошел потыркал по этим видео в общем у него даже и просмотре там набрались ну просто за это вам всем очень очень большое спасибо ну и хочу еще пользуясь случаем за попросить о своем канале у нас на канале три тысячи двести сорок подписчиков ну в общем плюс минус там пару человек потому что постоянно один подпишется 2 отпишется 3 припишется в общем порядка три тысячи двести скажем да вот и по статистике по статистике значит смотрит нас с подпиской 30 процентов то есть не подписанных смотрит там так и написано смотрящих без подписки 63 иногда там 60 иногда до 70 доходит процентов граждане товарищи ютуберы подпишитесь на наш канал сделайте приятно у нас три тысячи подписчиков если 70 процентов которые смотрят нас подпишутся у нас вообще подписка взлетит доставьте удовольствие очень вас прошу это поможет развиваться нашему каналу это поможет развиваться нашим монтажером или монтажеру или монтажером это вторая часть благодарности я рассказывал что у меня стало совсем мало времени и в общем трудно делать видео хотя видео я могу каждый день делать что-то рассказывать что-то показывать делиться каким-то опытом или делиться какими-то интересными вещами и все это записывается и для себя и есть большие большие архивы и с лета скопилось много материала но нет время выпускать и я обратился на канале с просьбой если кто-то хочет может чем-то как-то помочь во первых одни люди написали что типа не закрывайте канал нам очень интересно делайте видео и бла-бла-бла за это вам большое спасибо много кто отписался с про с желанием помочь выпуске видео с одним из подписчиков я уже связался даже дал ему материал поэтому ждем от него студенческий влог буквально вот 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 и еще некоторым я должен написать должен с ними поговорить возможно даже будет несколько человек делать разные влоги или как-то ну в общем что-то решится если они согласятся это делать у канала так сказать появится второе дыхание я буду немножко делать еще кто-то будет немножко делать и влоги смогут выходить часто часто и на разные темы потому что но честно говоря вот если бы не сегодняшний блог благодарности которые я хочу записать то сегодня едя на океан я бы не стал ничего записывать потому что ну просто нету времени выпускать единственное что я говорил что я могу попробовать писать просто прямо в телефон и сбрасывать это без обработки вот но не суть в общем большое спасибо тем кто подписался на сашкин канал огромное спасибо тем кто откликнулся с предложением помощи выпускать влоги и очень-очень буду благодарен тем 70 процентам которые смотрят наш канал без подписки если они подпишутся это действительно подтолкнет канал в развитии и в моем желании соискать время выпускать больше влогов вот а теперь вторая часть этого влога я хочу рассказать одну интересную заметку и что общего между как это правильно сказать общего то у нас может скажем так что общего между блогом толстяка и и вернее каналом блог толстяка и нашим каналом значит я записывал влоги работая на убере показывая работу в убере и что-то рассказывал к сожалению они еще не вышли я надеюсь кто-то из монтажеров мне поможет там есть один влог в котором я говорил сейчас кратенько об этом что бывает такое что тебя утягивает в одну сторону работать и я сравнивал это с тем что у меня было в беларуси когда у меня был бизнес большой маленький я занимался торговлей было у меня например какая-то торговая точка и на ней начинали покупать в какой-то день какой-то один товар то есть вот такое впечатление что больше люди не видели например берем батарейки 10 видов и они видят только один вид и покупают вот этот один вид батареи все это кратенько провожу параллели так сказать рассказываю о том что получилось сегодня общего между нашими каналами блог толстяка и нашим каналом не так давно я записал видео ответы на вопросы про съем что сдачу жилья в в аренду там я рассказывал немножко про цены рассказывал немножко как это делается отвечал в общем на вопрос одной из наших подписчиц подписчиков скажем так вот и буквально сегодня на канале блог толстяка выходит тоже видео ребята снимают себе жилье им надо снять вот меня заинтересовал этот влог тем что я хотел посмотреть какие же цены у них там на жилье вот в общем что интересного я увидел что когда говорят что штат калифорния очень дорогой то честно говоря я ожидал увидеть цены намного ниже наших на съемное жилье вот и и в общем я этого не увидел ну 20-30 процентов где-то может быть 50 потому что ну тоже опять же смотря какое жилье брать в каких районах то есть вот скажем так я убедился в том что что калифорния дорогой штат это относительно если рассматривать по максимуму то возможно да но если провести какие-то параллели то в общем-то не так страшен черт как его малюют это первое второе что интересно я увидел они рассказывали про дома которые построили на 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 дома построены на набережной там дорогие цены да они очень похожи на кафу калифорнийские цены на когда дома которые стоят на у нас на побережье вот у нас на побережье прямо от сихого океана в санта монике марина дэл рей это вот там построены такие же новые красивые дорогие апартменты и они дорого стоят и цены причем я скажу что даже где-то у нас дом на побережье океанов первые во второй береговой линии то есть дома которые прямо вот на бережку стоят будут стоить точно так же как те которые стоят у них на берегу реки и поэтому я считаю что такое сигналят они торопятся поэтому я считаю что в общем не такая уж и большая разница вот а что больше всего интересного так сказать что нас объединяет это нас объединяют господа хейтеры мы почитали комментарии под их влогом и вот я такой с маришкой еду значит везу ее в колледж и тут открываем у нас комментарии появляются открываем появляется есть у нас такой владимир перископов человек считает что он самый юный он там сделал какой-то извините меня за выражение высер в плоде толстяка по поводу по поводу того что они там делают и точно таким же высером он отметился у нас во влоге сейчас я его зачитаю количество количеством решили взять поменяйте на качество уважаемые печкин блин по другому вас не назовешь это ваш второй псевдоним будет о чем вы вообще вещаете что мы хотим взять количеством то что вышло два влога с одинаковым разговором но только один скажем так с камерой во внутрь а второй с камерой наружу уважаемые вы читайте комментарии смотрите наш канал очень многие люди хотят видеть как мы разговариваем и точно так же многие люди хотят видеть окружающую среду то бишь Америку которая нас окружает так вот учитывая пожелания мы делаем один влог во внутрь машины а второй наружу не нравится вам не смотрите идите ровненько блин даже не заходите на наш канал если вы подписаны вы можете отписаться да я хочу чтобы у нас было много подписчиков я хочу чтобы у нас были комментарии но если из трех комментариев которые пишут на наш канал а нам пишут очень мало к сожалению пожалуйста если кому то все таки интересно смотреть вы иногда оставляйте комментарии нам приятно их читать и отвечать на них так вот если пропадет такой печкин с нашего канала поверьте мне я абсолютно не расстроюсь никто не расстроится причем свой комментарий а он написал два разных комментарии а то я думал что он один в двух влогах в общем если вы отписываетесь если вы не пишите комментарии не делаете вот этих вот своих умозаключений такого умного человека никто не расстроится и вы просто идете лесом мимо нашего канала даже не заходите можете поставить дизлайки если вам станет легче от того что я выпустил два влога вы знаете мне не прибыло не убыло когда я сделал один влог второй мне перевернуть вверх ногами не стоит ни по времени скажем так ну это все равно затратно по времени но поверьте мне что мы не пытались Pacific то что вы накидаете дизлайков в два влога а не в один вам же пожалуйста заходите и ставьте и в одном влоге дизлайк и во втором вы не сможете два диза поставить что с вас больше возьмёшь умного написать вы ничего не можете вы только диз хотите поставить Ну хорошо, спасибо, да, я решил набрать дизлайков двумя одинаковыми влогами. Вам стало легче? Мне очень приятно. Мне очень приятно видеть, что такие печки на меня не окружают, что их мало на моем канале. Мне приятно общаться с нормальными людьми, приятно видеть имена своих подписчиков, которые постоянно смотрят мой канал, которые с выходом влога отмечаются. Да, мне приятно, я вижу, что я делаю работу, которая кому-то интересна. А ваши высеры, извините меня, меня абсолютно не волнуют, вы можете идти ровненько лесом. Все, до свидания. Второй комментарий от этого диванного критика. А откуда вы решили, как русские делают? Вы же не жили в России. Россия пишут с большой буквы, уважаемый, если вы в принципе уважаемый или уважаете хотя бы какую-нибудь страну или кого-нибудь. Это первое. Второе. Откуда вы знаете, где мы жили? Ну и третье. Когда я говорю русские, это понятие очень растяжимое. И в Америке нету украинцев, белорусов, русских, казахов или еще кого-то. Здесь есть русские. Да, между собой мы можем говорить о каких-то национальностях там и прочие дела. Но для американцев мы все русские. Понимаете? И вот такие печкины, которые гадят в комментариях, которые приезжают сюда, они портят впечатление о русских людях в целом в Америке для американцев. Американцы начинают думать, что все русские есть печкины, которые ходят в ушанках, играют на балалайке, обнимаются с медведем и пьют водку. Только благодаря вам, вот таким омникам, в Америке складывается какое-то предвзятое отношение к русским. А все остальное, все нормально, жизнь продолжается. Поэтому, дорогой, уважаемый диванный критик, вы, как обычно, не правы. Потому что все эти товарищи, которые пытаются что-то там где-то подколоть автора, как-то, блин, научить его жизни, как надо снимать, как надо камеру держать, про что надо снимать. Вы думаете, что вы самые умные, но поверьте мне, это не так. Когда вы начнете сами что-то делать, вы сразу узнаете о себе гораздо больше чего-то нового. И у вас откроются глаза на жизнь. Ну и, коль раз я заговорил вот про это, да, когда вы начнете сами что-то делать, я хочу еще рассказать немножко... А нет, это будет следующий влог. В этом будет достаточно того, чтобы мы осветили, вернее, я осветил, а вы послушали, и мы рассмотрели пару тем. Еще раз благодарю всех наших подписчиков, всем огромное спасибо, спасибо за то, что откликнулись на подписку, спасибо за то, что откликнулись, кто готов начать делать монтаж влогов. Надеюсь, вы услышали мой призыв, те, кто не подписан на канал, и сейчас резко побежали и подписались. Я такой утром просыпаюсь, и у нас 3000 превратились в 5, это вообще, блин, будет бомба. Вот, ну и, господа хейтеры, я жду вас в комментариях, я буду отвечать на ваши глупости отдельными влогами. А вы были на канале Наша жизнь в Америке, а не Life is my life. Увидимся в интернете, всем хорошего настроения, спасибо, что вы нас смотрите, бай-бай. 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 Субтитры создавал DimaTorzok